Добрый вечер, уважаемые трейдеры, компания Маркес. Меня зовут Роман Корнев. Сегодня 18 января 2021 года. Сегодня я проведу для вас технический анализ по своей торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Кто меня первый раз смотрит, скажу, что я практикующий трейдер, торгую более 15 лет и в свободное время занимаюсь обучением. А сегодня пробежимся, скажем так, по отдельным элементам моей торговой стратегии, которые я применяю в своей практике. Досмотрите ролик до конца, в конце я покажу свою сделку, которую я сегодня успел уже совершить. А сейчас разберем основные моменты. Для начала, что нам надо понимать, что мы смотрим, поскольку торговля у нас краткосрочная, а это самая сложная торговля вообще, соответственно, нужно много разных факторов учесть. И здесь вначале мы смотрим календарь экономических новостей, заходим на сайт брокера, смотрим в разделе обучения календарь экономических новостей и смотрим, какие у нас сегодня новости, которые нам могут помочь или наоборот помешать нашей торговле. Соответственно, если есть какая-то новость, мы выделяем это время обязательно и можем на графике хоть вертикальную линию поставить и обозначить, что вот такого-то числа, ой, в такое-то время, точнее, у нас новость будет. Ну это обязательно, как правило, это самая частая ошибка именно в скальпинге. Да, на краткосрочных, точнее, среднесрочных, долгосрочных, может, это не важно, кто этим занимается, но на краткосрочных это важно, потому что он может нас выбить по этой сделке, по нашей сделке только из одной новости, внезапно, скажем так, вышедшей, хотя все заранее описано, в принципе, и понятно, когда какая новость выходит. Итак, с новостями мы решили, идем дальше. Что для нас важно? Сейчас я переключу. Так, наоборот. Итак, смотрим, значит, начинаем с глобальных уровней поддержки сопротивления и заканчиваем локальными. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, нужно какие-то нюансы учитывать в скальпинге, лучше всего, на мой взгляд, скальпинг работает именно от уровней поддержки сопротивления и так называемых зеркальных уровней. Но не горизонтальных, а чаще всего наклонных. Вот это важно, потому что по моим наблюдениям, именно уровни, скажем так, горизонтальные и, точнее говоря, приближающиеся к горизонтальным и приближающиеся к 45-градусным, они хуже всего отрабатывают. Потому что я раньше использовал уровни, и потом, скажем так, через некоторое время стал наблюдать, что они плохо работают. И такое мнение существует, что уровни вообще не работают. Вот, на самом деле они работают, но уровни тоже разные очень бывают. Вот. Вот евро-доллар возьмем, посмотрим, значит. Нам важно всегда сделать, скажем так, разметку, я так называю, разметку на неделю вперед, или на 2-3 дня, по крайней мере, вперед, и постоянно ее корректировать. Вот. Сначала мы от 4-х часовика идем, но, я думаю, больше даже нет смысла. То есть смотрим 4-х часовой, и здесь ищем линии поддержки и сопротивления. Вот. Я буду рисовать по-своему, вы применяете их, собственно говоря, к своим стратегиям, к своему пониманию рынка. Вот. Значит, ну первое, что я тут вижу, это вот такой вот уровень поддержки, да. Затем у нас есть вот такой вот уровень, который, скорее всего, нам уже мало вероятность пригодится, но тем не менее. И затем спускаемся мы на менее, ну, масштаб поменьше, аж 1. Вот. Здесь ярко выраженных уровней у нас не наблюдается, но за исключением уровня сопротивления, который уже с развитием вот этого нисходящего тренда достаточно 45 градусов, я бы сказал. Ну, тем не менее, можно его оставить. Почему я тут не рисую, допустим, с самого верха, потому что тоже вот нюанс такой. То есть лучше всего на краткосрочных сделках, да, на скальпинге, отрабатываются уровни, которые основаны на максимумах и минимумах поближе к самой текущей ситуации рынка. Ну, к текущему времени, скажем так. Вот. Спускаемся дальше, М30. Смотрим, что у нас здесь есть. Ну, евро-доллар особо нас не радует возможностями, но тем не менее можно здесь что-то присмотреть. Да, пожалуй, все. Вот. Скажем так, евро-доллар сегодня не очень потенциален для скальпинга, ну, с моей точки зрения. Вот. То есть мы, нам главное что? Нам главное сделать такую разметку, вот. И она ждет, да, ждет, когда цена дойдет до того или иного уровня. То есть понятно, что, в принципе, это как бы классика жанра, да, что от уровня мы ставим ордера, да. То есть если у нас цена дойдет до этого уровня, то мы здесь продаем. Вот. Но. Это еще, скажем так. Ну, здесь главное что понять, что вот канал вот этот, да, и вообще вот эта нисходящая линия, она у нас основана вот так, скажем, на H1, да. Ну, так, визуально, по графику, если мы смотрим, она основана на максимумах, вот на масштабе H1. Вот. А применяем, то есть сделка у нас может быть в течение сделки совсем небольшое. Ну, по вопросам тейк-профитов, стоп-лоссов я прямо сейчас обсуждать не буду. То есть я даю конкретное направление в ход сделку. Вот. Остальное это я уже на обучение разбираю. Вот. Ну, оно будет, сразу скажу, краткосрочным. То есть это не тот вариант, когда мы там входим вот в этот канал и ждем, пока мы до нижней границы канала. Нет, здесь такого не будет. Вот. Здесь, скорее всего, сделка краткосрочная будет. Вот. Ну, максимум 50-100 пунктов, вот, потому что это скальпинг, да. То есть это там 1, 2, 3 минуты, 5 минут, 10 минут, может быть, 15, ну, час максимум. Вот. То есть вот такие вот горизонты, да. Если цена, скажем так, не выходит за рамки, какие-то непредсказуемости, то можно и подождать подольше. Вот. То есть, вот таким образом. То есть я объясняю для тех, кто именно любит краткосрочные сделки, краткосрочный скальпинг, интродэй именно внутри дня. Вот. Здесь не о том, что инвестировать там на месяц и на годы и так далее. Вот. Главное, на самом деле, поскольку я сказал, да, вначале, что это самый трудный способ торговли, главное удержаться от соблазна искать долгосрочные сделки, как это не паразитально бы звучало. Вот. А именно рассматриваем на более крупных таймфреймах, там, H1, H4. Вот. А сама сделка, она может очень короткой быть. Вот. И на самом деле здесь прибыль набирается не за счет того, что длинный take profit, а за счет того, что именно у нас много инструментов задействовано. То есть, таким образом, когда мы делаем расстановку, мы анализируем несколько валют. Вот я сейчас дальше проанализирую. То есть, по евро мы поставили, идем дальше, по фунту, например. Вот. Переходим. А, да. И мы можем, соответственно, поставить алерты, да, всегда. То есть, приближаясь, скажем так, к трейдингу, к линии можем поставить алерты. Чтобы, когда цена дойдет, чтобы мы были в курсе, что произойдет. Идем дальше. По фунту посмотрим. Ну, вот здесь у нас что-нибудь тут имеем. Линию сопротивления тут сложно нам пока что нарисовать. Но у нас есть хорошая линия поддержки. Вот наш 4 мы видим. Далее мы можем посмотреть поближе немножко. Так, здесь я ничего особо не вижу. Ну, вот здесь вот можно такой уровень. Обозначить. Скорее всего, он тоже отработается. То есть, мы вот здесь обозначаем. Причем, как мы видим, да, это уже зеркальный уровень. Да, вот здесь вот у нас минимумы. То есть, это был уровень сопротивления. Он, кстати, здесь тоже хорошо себя отработал от этой зоны. А, что подтвердилось, кстати говоря, уже, что он зеркальный. И в следующий раз, кажется, надойдет, тоже, скорее всего, очень хорошо здесь отработается. Одиннадцать процентов, что отрабатывается. Вот, поэтому ждем. Ну, и поближе к М5 тут. А только что, разве вот такое можно сделать? Вот. Но тренд нисходящий, поэтому в этой зоне надо быть осторожным. То есть, лучше всего работают сделки зеркальные, когда вот, допустим, тренд нисходящий. И вот здесь цена подходит, и сделка на продажу. Тогда это лучше всего отрабатывать себе. Вот. А если вот здесь эта сделка будет на нисходящем тренде на покупку, то, конечно, это будет достаточно опасной сделки. Вот, смотрим дальше. Канадец. H4. Да, вот мы можем нарисовать. Вот уже отбилось, кстати говоря. Вот. Теперь приближаем таймфрейм. То есть, мы нарисовали как бы общий уровень, такой глобальный. И спускаемся по таймфрейму всегда вниз. То есть, начиная с большего, спускаемся вниз. М15. Тут можно обозначить, кстати, цель, если кто-то в продажу встал на короткую. Да, то есть, можно отсюда до сюда. Вот. Здесь будет, скорее всего, в этой зоне тоже зеркальный отскок. Вот. Вот. Таким образом. Ну, краткосрочный, конечно, туда будет. Вот. Ну, пожалуй, здесь пока что все. Спускаться прямо дальше здесь пока я не вижу особого смысла. Вот так вот, пока что. Вот. Мы посмотрим франк. Тоже начнем с H4. Здесь у нас уровень сопротивления такой хороший. Теперь он и тот топчется в этой зоне проторговки. Вот. Здесь мы можем наметить уровень поддержки. Да, и рассчитывать, что в этой зоне у нас будет, естественно, отскок. Вот. Так. Здесь у нас вот это вот видно. Ну, соответственно, вот так можно тоже поставить. Вот такой небольшой уровень. На самом деле сейчас вот понедельник торговля пойдет, расторгуется немножко вторник. Вот. И график нарисует больше возможностей для именно зеркальных. Потому что я сейчас вот пока ни одного даже. Ну, там один отметили мы, да, зеркальный уровень. Остальные это просто уровни. Но на самом деле в скальпинге я рекомендую использовать именно зеркальные уровни чаще. Смотреть не просто обычные уровни, а не зеркальные. Потому что они лучше всего себя отрабатывают. Причем лучше всего себя отрабатывает первая сделка сразу после того, как уровень зеркальный подтверждается. То есть до этого он был, допустим, уровнем сопротивления, сопротивления, сопротивления. Потом пробитие было. И как только возвращается первый раз, сразу это первое касание, это самое эффективное. Поэтому если кто-то не верил или разочарался в скальпинге, возвращайтесь, будем торговать вместе. Делайте комментарии. У меня как бы есть много чего рассказать, есть большой опыт. Поэтому всегда готов и открыт к критике, конструктивной. Ну, пожалуй, четыре валюты мы рассмотрим. На сегодня пока что для начала хватит. Потом дальше посмотрим по ситуации. Таким образом мы делаем расстановку и дальше наблюдаем за рынком. Так, я обещала показать сделку. Вот сегодня по еврофунту я уже сделал сделочку. Вот такая вот ситуация была. Как раз зеркальный уровень был. Вот приближусь сейчас. Приближу, да? То есть вот мы видим, было у нас максимум, максимум, третий. Потом было пробитие уровня. Цена ушла. Вернулась и первое касание, про которое я говорил, да? Самое эффективное. Вот. Самое первое касание. Это на покупку. Уровень стал зеркальным. Вот. Самое, в принципе, шикарное место. Главное никогда не жадничать. Вот. И ходить только там, где надо. Ну, 50 пунктов там с лишним я взял. Вот таким образом. Так что понедельная сделка одна уже прошла. Хотя это мало на самом деле. В день обычно 3-4 сделки спокойно может проходить. Вот. Так что желаю вам успешной торговли. До встречи в следующий понедельник. Торгуйте с удовольствием. Пока. Продолжение следует.